Сура 32. Земной поклон. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Альф-Лям-Мин. Неспослание этой книги, Корана, и в этом нет сомнения, идет от Господа миров, Господа всех творений, а не от человека. Неужели они, многобожники, говорят? Измыслил он, Мухаммад, его Коран. Нет, это не так. Это Коран, истина, ниспосланная от твоего Господа, чтобы ты, о посланник, увещевал людей, курайшитов и других арабов, которым не приходил предостерегающий увещеватель до тебя, о Мухаммад. Нет. Может быть, они пойдут истинным путем, узнают истину и уверуют в Аллаха. Аллах. Он тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними, по своей мудрости за шесть дней. Хотя он мог бы сотворить их и за один миг, сказав лишь «Будь». Потом утвердился, возвысился на троне, так как подобает только его величию, а не подобно творениям. Нет у вас, о многобожнике, помимо него, покровителя, который бы помог вам избежать наказания Аллаха и заступника, который бы заступился за вас перед ним. Неужели вы не станете внимать этим увещанием? Он, Аллах, управляет делом всех своих творений с неба, будучи превыше всех творений, на землю, где происходят затем все события, которые потом восходят к нему за один день. Величина, продолжительность которого равняется тысяче лет, как вы считаете. Расстояние от неба до земли равно 500 годам пути ангела. Нисхождение и восхождение вместе составляют тысячу лет. Этот Аллах, знающий сокровенное, то, что скрыто в душах, и явное, величественный, которого никто не победит, милосердный к верующим, который прекрасно, мудро и великолепно сделал каждую вещь, которую он сотворил, и начал творение человека, Адама, из глины. Потом сделал потомство его, размножающимся, из капли ничтожной жидкости, мужского семени. Потом выровнял его, завершил творение тела Адама, и вдул в него от своего духа, духа, которым он владеет, послав ангела, и устроил вам, о люди, слух, зрение и сердца, разум. «Мало вы благодарите Господа вашего за все эти благодеяния, оказанные вам». И сказали они и многобожники, «Разве когда мы после смерти затеряемся в земле, когда полностью истлеют наши тела, неужели мы обязательно окажемся в новом творении, будем воскрешены? Увы, они во встречу со своим Господом в день воскрешения не верят». Скажи, о посланник, этим многобожникам, упокоит вас ангел смерти, забирая душу из тела, когда заканчивается жизненный срок, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу, а не к какому-то другому, в день воскрешения будете возвращены, чтобы он воздал вам за ваши деяния. «А если бы ты, о человек, видел, как бунтари неверующие склонят свои головы от стыда перед своим Господом, говоря, «Господь наш, мы увидели свои плохие деяния и услышали, и узнали от тебя то, что посланники призывали к истине, поэтому мы каемся и просим тебя, верни же нас обратно в земную жизнь, чтобы мы могли совершать праведные дела, исполнять твое слово. Ведь поистине, теперь мы убеждены в истинности всего того, что мы отвергли в своей земной жизни. А если бы мы пожелали, то непременно дали бы мы каждой душе ее верный путь, сделали бы верующим каждого джина и человека. Но однако подтвердилось слово мое, стало обязательным. «Непременно и обязательно наполню я гиену, ад, неверующими, из числа джинов и людей, всех вместе». И многобожникам, перед тем, как они войдут в ад, будет сказано, «Вкушайте, получайте же это наказание за то, что вы, погрузившись в потехи и наслаждения, забыли про встречу с этим вашим днем, про день суда. Поистине, сегодня мы вас тоже забыли, оставляем в аду. И вкушайте же наказание вечности, вечные мучения, за то неверие и многобожие, что вы совершали, будучи на земле». «Ведь веруют в наши знамения, в аяты Корана только те, которые, когда им напоминают имя, аятами, падают ниц перед Аллахом, выражая свое смирение и покорность Ему, и восплавляют Господа Своего, вознося хвалу Ему. И сами они не превозносятся, не проявляют высокомерие. «Удаляются, поднимают собака их верующих от их лож в постели, когда они совершают ночные молитвы, моля Господа Своего, испытывая страх перед его наказанием и надеясь на его щедрое вознаграждение. И из того, чем мы наделили их, из дозволенного имущества, расходуют на пути Аллаха, как обязательную и добровольную милостыню. «И не знает же ни одна душа, что скрыта для них, для верующих, из услады глаз, из райских благ, которым радуются глаза и души, как воздаяние в награду за то, что они совершали, за их повиновение Аллаху. Неужели тот, кто является верующим и покорным Аллаху, подобен тому, кто является непокорным и неверующим? Не равны они перед Аллахом? Что касается тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, для них райские сады вечного пристанища, для почетного и беззаботного пребывания в них за то, что они делали, за повиновение Аллаху в земной жизни». А что касается тех, которые проявляли большую непокорность, неверие, то их пристанищем станет огонь, ад. В этом аяте имеется в виду большая непокорность. Всякий раз, когда они пожелают выйти из него, из ада, возвращают их туда-обратно и говорят им, ругая их, «Вкусите наказание огнем, адское наказание, которое вы считали ложью, в которое вы не уверовали». И непременно и обязательно дадим мы вкусить им, этим непокорным и неверующим, наказание ближайшего этой жизни, посылаем беды и несчастья, помимо прежде наказания величайшего вечной жизни в аду. Может быть, они вернутся, покаются в своем неверии и грехах. И кто же еще больше является притеснителем, нежели чем тот, кому напомнили про знамения, доказательства его Господа, про аяты книги Аллаха, но затем после этого он отвернулся от них, не стал брать наставления и проявил высокомерие по отношению к ним. Поистине, мы, бунтарям, неверующим, отомстим, особым видом наказания. И уже прежде мы дали пророку Мусе, Писание, Тору, не будь же, о пророк, в сомнении о встрече с ним, с Мусой, в ночь вознесения на небо. И сделали его, Писание, Тору, руководством для потомков Исраила, пророка Якуба. И сделали мы из них, среди потомков Исраила, руководителей, которые ведут людей по нашему повелению. И этой степени они достигли за то, что они были терпеливы в исполнении повелений Аллаха, оставлении всего того, что Он запретил, и призыве к этому, и убежденными в наших знамениях. Поистине, Господь твой, о пророк, справедливо рассудит между ними, между верующими и неверующими, в день воскрешения в том, в чем они разногласили, в вопросах веры и исполнения слова Аллаха. Неужели не стало для них, для неверующих, наставлением на верный путь к вере то, что мы погубили своим наказанием до них столько поколений, народы пророков Худа, Салиха, Лута? Ведь они, эти неверующие, когда едут в Шам, проходят по местам, где жили они, погубленные народы. Поистине, в этом, в губительном наказании, однозначно знамение, поучительные наставления. Неужели они не прислушаются? Неужели они, эти неверующие воскрешения, не видели, что мы гоним воду дождями и потоками на засохшую землю, на которой нет растений, и выводим ею посев? От него едят и скоты их, и они сами. Неужели они не видят, как Аллах Всевышний оживляет землю после засухи, и неужели они не понимают, что Он также оживит и умерших в день воскрешения? И говорят они, неверующие, когда же произойдет это окончательное разделение между нами и вами, день суда, если вы, о верующие, правдивы? Скажи им, о пророк, в день разделения, в день суда, не поможет тем, которые стали неверными, их вера, и не будет дана им отсрочка от наказания. Отвернись же, о посланник, от них, от неверующих, и жди, как их постигнет наказание, ведь и они, неверующие, тоже ждут, что тебя постигнет болезнь или смерть, и также ждут и наказания Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok